День воскрес... День... Десны... Друзья, всем привет! Перед началом выпуска я к вам спешу с рядом новостей на основании того, что над Ютубом снова надвисла угроза о полной блокировке. Сейчас у вас, возможно, тормозят выпуски с телевизоров, либо с компьютеров, но не тормозят с мобильных устройств. Но, возможно, с ноября, октября, декабря Ютуб в России все. Верю я в это не совсем, потому что, думаю, найдутся способы, будут работать. Уже есть одна социальная сеть, которую заблокировали, но, тем не менее, все, кому она нужна, она работает. Тем не менее, я вам хочу сказать следующее. Если вдруг вам интересны мои выпуски, и вы спросите, Дмитрий, а где нам посмотреть без прерываний? Так вот, я вам отвечу. Первое. Это Яндекс.Дзен. Страница есть, канал есть, ссылочку я на него оставляю в описании. Минус у Яндекс.Дзена в том, что в выпусках сам Яндекс втыкает очень много рекламы. Скорее всего, там нужно покупать платную подписку, чтобы не всплывали вот эти вот навязчивые рекламные сообщения. Подписывайтесь. Второе. Это сообщество ВК. ВК-видео, ВКонтакте наполнять стал не так давно. Поэтому те, кто пользуются ВК, залетайте, жду вас. И третий вариант, абсолютно новый для меня, но раскручен, в принципе, многими уже авторами. Это Boosty. Это такая платформа, на которую вы заходите, но там контент платный. Нету возможности вообще что-либо там выкладывать бесплатно, там минимальная сумма 10 рублей. Но это не страшно, потому что подписка будет стоить, там, может, 300-500 рублей в месяц. То есть 100 рублей за выпуск примерно так. Задирать ценник для народа десяточку тысяч рублей за месяц подписки, конечно же, не будем. Поэтому способов, где посмотреть, огромное множество. Я понимаю, что YouTube привычнее, он удобнее, он душевнее. Но надеемся, что это дело как-то обойдут и все же наши договорятся. Вам приятного просмотра. Мы начинаем прямо сейчас. Все ссылочки ждут вас в описании. День воскресный, день чудесный. Пятиэтажечка. В советские годы людям, кто работает на заводе, давали квартиры в таких домах, чтобы у человека было свое жилье. Чтобы обеспечить в стране высокий жизненный уровень, мы продолжали решать, может быть, одну из самых острых наших проблем – жилищную. 81 миллион квадратных метров жилой площади за год. Таких темпов жилого строительства не знает ни одна страна в мире. И постепенно, постепенно люди обзаводились своими однокомнатными, двукомнатными, трехкомнатными квартирами. Ну, вот смотрите, вы в этом районе давно живете? С 1962 года. Как вот у вас жилье появилось? Вам же государство дало? Конечно, жил я в коммунальной квартире. Потом дали квартиру. Ну, не мне, а родителям. И вручали ключики от квартир людям по всей нашей стране. У вас на экране хрущевка серии К-7, где К означает «каркасник». Серия К-7 – это самое дешевое жилье, которое можно было представить. У этих домов не было даже балконов для того, чтобы удешевить. Каждой семье отдельную благоустроенную квартиру. Надо сделать быт наших людей удобным, красивым, приносящим радость. Все для человека. Все во имя человека. Советский Союз на дворе. Человек из Армении приезжает в Москву и отправляется работать на стройку. Ты в этом районе родился. Да. У твоего отца здесь началась история. Да. Вот расскажи, пожалуйста, кратенько про папу. После армии он приехал в Москву, начал работать на стройке. Это где-то в районе метро Плежаевская. Вот, работал-работал. Один, да, сдавали ему общежитие. То есть какое-то время он там жил, женился. Мама моя как раз приехала учиться здесь. Женились, дали комнату. В пятиэтажке. В пятиэтажке, да. В такой простенькой. Эти пятачки, они как были, тоже как общежитие. Ну, не барак, но такие, они прям простенькие, там такие стены деревянные. Строительство таких домов шло в три смены. 12 дней и каркас дома стоит. Далее внутрянка и можно вручать людям ключики. Заезжай, живи. Одна, двух, трехкомнатная квартира. В зависимости от вашего семейного положения и количества детей. Эти дома пятиэтажные строили не случайно такой этажности. Некоторые думают, что раньше-то думали о том, чтобы высоток не было. Нет, ребята, были нормативы. Все, что выше пятого этажа, положено иметь лифт. А лифт это деньги. Отсутствие балконов было тоже неспроста. Все это было для удешевления. Сами по себе домики были простенькие. Советские люди тогда вспоминали их со словами Все отлично и прекрасно слышно. И задумка этих домов была следующая. 25 лет эксплуатируем, а дальше людей переселяем в новое жилье. Произошла ситуация следующая. Их сейчас ломают и строят новые дома. Вот, например, рядом с нами 22 этажа. Вон там 50 этажей. Вот какое вообще ваше мнение по этому поводу? Это хорошо или это плохо? Ну, то, что вот строят, например, вот сейчас дом для переселения. Это хорошо. Плохо то, что строят они 24 часа 7 дней подряд. И включая 9 мая и Новый год. Нам же тоже хочется, чтобы когда-то было тихо. А вот сейчас уже тут два года стучат. Стройка идет ударными темпами. Люди в округе жалуются, что начать могут строительство в 3 утра, в 5 утра, 24 на 7. Периодически затихают, но постоянно все это долбит. Для людей, кто живет уже, это, конечно, минус. Все это уходит под снос, потому что нужно делать развитие в городе. Должны строиться новые дома. И вот посмотрите, пожалуйста, друзья, дом, который стоит у нас на горизонте, имеет порядка 50 этажей. Просто голову не могу поднять, у меня, блин, шея тут на днях защемила. Ну, ты глянь просто. Я снимаю. Вот это просто офигеть, блин. 50 этажей, ты глянь. Охренеть, блин. В этом районе, где мы сегодня находимся, все подобные пятиэтажечки. И на их месте строят новые дома. Так, например, герой сегодняшнего выпуска проживал, как он сказал, в пятиэтажке еще более простой. Потому что у этой, обратите внимание, есть балконы. Но потом их переселяют вот в этот дом. 22 этажа. Построен он в 2016 году. С 2017 года они получают ключики и начинают здесь жить. Как вы поняли, мы с вами уже начали. Сегодня у нас выпуск-блог. Потому что я хочу с вами пообщаться и, так сказать, следите за рукой. Вот здесь ваше внимание, не упустить его. Помогите мне разобраться. Вот смотрите, Советский Союз. Людям дают квартиры. Человек приходит, работает на завод, идет работать на стройку. Где-то давали квартиры быстрее, где-то чуть дольше, но давали. Вот живой пример. Семья Армена. Папа, мама, сын, дочь. Они сначала проживали в коммуналке в одной комнате. Постепенно семья разрасталась. Таким образом, длинную историю сделать короткой. У людей получается трехкомнатная квартира. Все законно. В дальнейшем приходит так называемая вот эта вот реновация. Людей начинает переселять. Мы сегодня даже не совсем про реновацию. Мы про перемены в жизни, в недвижимости в целом говорим. Вот почувствуйте разницу, помогите мне в этом разобраться. Жили в трехкомнатной квартире 60 квадратных метров, которая изначально рассчитана на 25 лет. Дом рассчитан на 25 лет. В 1985 году его должны были по-хорошему уже ломать. Но в 2017 году людям вручают ключи. Вот давайте посмотрим, в чем им вручают ключи. Для понимания, жили они на одной улице, 10 минут пешком идешь и построился вот такой дом. Давайте посмотрим. А что это такое? Это лифт для инвалидов. То есть, по идее, я с коляской, к примеру, подвожу человека, должен сюда заехать. И мы сможем попасть в дом на второй этаж, что ли? Да нет. А куда? Вот. Вот вся его функция. Ты понимаешь, что это? А, то есть, он поднимает буквально на 30 сантиметров. Да. И вот такая вот байда тут стоит, которая, по-моему, ни разу не включалась. Это не как я понял, надо кому-то позвонить. Тебя откроют. То есть, мы понимаем, сколько это времени займет. В 2017 году тебе получается, правильно, эти ключики вручаются? Вот эти, да. Ну что, было счастье какое-то? Вообще, какое-то ощущение? То ты жил в пятиэтажке все время, а тут раз, нифига себе, переезжаешь ты в новый дом. Ну, конечно. Поначалу получилось так, что родители первым ее увидят, потому что я был в отпуске и не увидел. Он мне по видео присылает, вот, о, класс. Но потом приехал, ну, как бы, кайф, конечно. То есть, пятиэтажки прям супер. Ну, есть нюансы, в общем. Ну, посмотрите, ничего прям грандиозного нет. Обычно было, да. Что была пятиэтажка, что стало, сколько, 22 этажка. Да. Ребят, ну, оценивайте сами, по факту. Ну, так бюджетненько все сделано, вот оно, да. Обычно мы, когда приходим, там, комфорт, плют, пытаются бизнес называть. А это вы уже сами жители. Для курьеров, ребята. Тут уже все считывается сразу, чтобы, когда курьер приходит, он хотя бы понимал, на какой этаж, где какая квартира, а это тоже жители. Тоже, да, недавно поставили. Ну, миленько. А в Новый год здесь елочка стоит. Закрыли, потому что... Так, проходим. Были случаи, когда закладки ставили. А, то есть тоже приходят. И началось, да, вот поставили сначала вот эти вот двери. Там все закрыто. Ну, приходится открывать. То есть вот тут, там, однокомнатно здесь у нас был, видишь, длинный-длинный коридор. То есть, планировка какая-то чуть странная здесь. Не, ну, слушай, она странная, не странная, но я могу сказать одно, что это как-то, на самом деле, очень круто сделано. Смотри. Акцент сделаю, что это дом по реновации. И зачастую, когда я читаю ваши комментарии под выпусками про дома про реновацию, некоторые говорят, ааа, хвалите. Ну, мэрия, вот, карточка у меня, денег на нее перевела, поэтому и хвалите. Ну, я, может, чего-то не понимаю. Посмотрите, 23 этажа. Последние 4 этажа имеют по 2 квартиры на этаже. Они 4-комнатные. И эти квартиры давали семьям многодетным. Первый этаж в доме, это коммерция. Жилье начинается со 2-го этажа. То есть, есть такая вот прослойка между подвалом. В подвале нет нифига. К сожалению, в этом доме, как раз жирный минус его, у них нету подземного паркинга. Подвал просто подвал. Ну, а на этажах идет по 8 квартир. Два крыла в одном 4 квартиры, в другом 4 квартиры. А чем выше, там начинается 7 квартир и даже вроде бы 6. Ну, вот я вам табличку показываю. Почему я на это делаю акцент? Это дают бесплатно. Тебя переселяют. И вспомните сегодняшние современные новостройки, в которые ты заходишь, где квартиру нужно купить за хулиард рублей. И у тебя на этаже 16-20 квартир. Смотрим дальше. Мусор-провод оставили рабочий или заварили его? Да, но тут тоже споры идут вечные. Ну, рабочий сегодня. Сегодня, да. Ну, отлично. Вчера ругались, засоряется. Ну, кстати, как ни странно, если что-то случается, пишешь заявку, управляющий, она, в принципе, все быстро сделает. Поэтому, как я, темно, молодцы. Ну, здесь такое у нас, вот, здесь это трехкомнатное и двухкомнатное. А, и вот как сделано. Две квартиры сюда и две квартиры сюда. Ну, и здесь такая вот общая площадь. С соседями договорился. Понимаешь, вот, вот это должно быть. Вот это должно быть. Книжечка должна стоять в подъезде, потому что, что, ее выбрасывать, что ли? С ума сошел? Нет. Должна быть для того, чтобы вот так раз ты пришел, сумочку поставил, еще что-то. Видишь, люди поставили диффузорчик. Он, правда, мне кажется, уже не пахнет ничем, но, тем не менее. Короче, свои элементы былой жизни присутствуют. Ну, что, ребята, мы с вами заходим в гости. Квартира вас сейчас, ну, просто шокирует. Я ее, когда посмотрел, я офигел. Значит, у нас здесь такой предбанничек, где мы можем спокойно разуться, раздеться. Есть и ниша дополнительная для вещей. Вот эта часть сделана для джаза. Джаз – это песик, ребят, который здесь живет с ними, чтобы он не выбегал, когда вдруг приходит курьер. Далее, я вам просто показываю по-живому, как есть. Огромная, огромнейшая гостиная, по-другому ее не назовешь. Так, еще здесь есть целая ниша, где спрятался вот такой вот раздвижной шкаф для хранения вещей. Квартира огромная настолько, что вот у людей даже прям велосипеды дома стоят, и как бы смысла куда-то их прятать нет, потому что и здесь им место есть. Вот этот вот велик вообще прям, на нем бы интересно прокатиться, некий такой байк. Единственный минус, который мы сейчас отметили вместе с владельцами, что ну вот окошко, согласитесь, на такую площадь маловато. Вот его бы хотелось бы побольше. Но, друзья, обычно мы там бывало ездили, там бизнес-класс, приезжаешь к окну, подходишь, просто окно в окно. Ты глянь, как здесь сделано. Вот под окном у тебя парковка, возможно, где-то стоит твой автомобиль. Вон там может бегать твой ребенок, школа, детский сад, все это поблизости, зелень. Ну что тебе еще нужно? Дома ближайшие, они далеко стоят. Ну вот, сбоку есть, но в целом перед тобой никого нет. И это только начало, мы с вами заходим на кухню. Кухня сама по себе, с одной стороны, небольшая, но в целом места здесь достаточно. Ребята, как заехали в квартиру, купили недорогую кухню, так она, собственно, и осталась. Но, тем не менее, вон, плита на 4 конфорки, электро есть, небольшой столик. Холодильничек вот с собой привезли, старенький, но работает, как часы, не подводит. Так еще, вот тебе, пожалуйста, изюминка. Балкон. В принципе, действительно большой балкон, он не утеплен, то есть в зимнее время здесь находиться будет холодно. Но при этом, если его доработать, утеплить, здесь можно сделать, например, себе дополнительное рабочее место, там, чил-зону, как угодно. Вот что вы хотите, можете себе представлять, визуализировать и, пожалуйста. Соответственно, вид из окна такой же, как мы только что видели из комнаты. Таким образом, мы с вами уже в легком шоке находимся, но мы идем с вами дальше. В следующем нас встречает вот такое продолжение прихожей. Вот следующий холл, и у нас здесь есть несколько комнат. Прежде чем мы дойдем до них, ну посмотрите, вот это вот, казалось бы, ну, можно назвать это мелочью? С одной стороны, да, но с другой стороны, обратите внимание, просто-напросто окно, у тебя дополнительный свет. Армен пожаловался, то, что говорит, ну вот столб стоит, конечно, вот если бы его убрать, вид был бы еще лучше, но тем не менее. Я просто, когда увидел то, что есть дополнительный источник света, натуральный, это для меня прям вау-подарок. Один санузел, к сожалению. То есть у нас нет двух раздельных, соответственно, здесь у нас первым делом нас встречает ванна, душевая кабина, вот такая интересная. Есть возможность поставить, помимо стиральной машины, сушильную машину, потому что потолки в квартире, в принципе, высокие. Места, в принципе, тоже много, не знаю, надо смотреть, если вот эта часть не несущая, может быть, есть возможность как-то это объединить, сделать вот его, например, поменьше, поуже, сделать дополнительный сам по себе унитаз, то есть сделать два раздельных санузла. Вот теперь нас встречает первые две, то есть, соответственно, здесь теоретически должна быть спальня, возможно, спальня вашего ребенка, но в силу того, что детей пока нет, у Армена здесь рабочее пространство. Ну, зацените, специально он тут все приглушил, чтобы можно было работать круглосуточно и не знать, какая погода и время дня за окном. Чем занимается Армен, мы, естественно, спросим, но кто-то скажет, наверное, айтишник, но это явно не для айти, может быть, какой композитор музыку пишет, послушаем. Ну и следующая комната, как вы уже, наверное, догадались, это у нас спальня. В принципе, не маленькая, потому что здесь есть возможность, вот ребята поставили себе рабочее место дополнительное, что удивительно, точнее, что привлекает. Вот, в спальне точно так же сделаны двойные окна, и то есть, раз, угловая квартира получается. Здесь вид открывается на стройку, но это покажется стройка, в дальнейшем здесь будет высоточка. И какой вид будет дальше, ну, вроде как не перекрывает, соответственно, в любом случае какая-то небольшая панорама на город, но есть. Друзья, что скажете, как вам такая квартирка? А еще в 2025 году нас ждут глобальные изменения в налоговом законодательстве. Все мы слышали про прогрессирующий НДФЛ, однако помимо этого был предложен еще ряд поправок, связанных с расчетом НДС и налога на прибыль. На самом деле эти изменения серьезные, затрагивают сферу деятельности множества российских компаний, в том числе и вашу. И вот, чтобы не потеряться в информационном потоке и не тратить свое время на попытки оптимизировать налоговую нагрузку, я вам настоятельно рекомендую обратиться за помощью профессионалов из команды Мака. Команда первого в России бухгалтерского конвейера Мака очень внимательно следит за изменениями налогового законодательства и всегда использует новые возможности в целях сокращения расходов своих клиентов. Всего за 2000 рублей в месяц вы получаете бухгалтерию уровня больших корпораций, где на вас будет работать не один бухгалтер-универсал, а 6 специализированных департаментов. Забудьте про то, что ваш бухгалтер ушел в отпуск, в декретный отпуск, не смог прийти на работу и все те сложности, с которыми вы сталкиваетесь. Вы получаете профессиональную помощь от и до. Команда Мака поможет вам сократить до 80% на содержание бухгалтерского штата и может заменить с собой всю бухгалтерию или определенный участок работы, так, например, расчет заработной платы. Таким образом, вы можете полностью сосредоточиться на развитии вашего бизнеса. А все, что связано с бухгалтерией, передать в руки профессионалов своего дела. И хочу вам напомнить, что с момента основания Мака ни разу не поднимала цены на свои услуги. 2024 год не становится в этом плане исключением. Ребята, оставляйте заявочку по ссылке в описании. Помните, что первый месяц использования абсолютно бесплатен. Получайте развернутую консультацию по всем вашим вопросам от представителей Мака. И поймите правильно, что экономия сэкономил, считай, заработал. Пользуйтесь на здоровье, а мы продолжаем. В Советском Союзе люди по всей стране трудились, получали зарплату, так еще получали жилье. Что нынешнее время в Москве людям говорят, что реновация. Вы переезжаете в новый дом. Была трешка 60 квадратов, стало 75. Вот я вам ввожу карту на экран. И дом, в котором находится квартира Арсена, квартиры не продаются вообще. Но предположим, что примерно цена вот этой квартиры по рынку сейчас 22 миллиона рублей. А это говорит о том, что 300 тысяч рублей за квадратный метр. 300 тысяч я умножаю на 15. Простая математика. 4,5 миллиона рублей. По-хорошему бы надо доплатить. Ведь люди получают больше метраж. Но власти говорят, не, переезжайте, пожалуйста. Вот вам ключи, дорогие москвичи, живите. Друзья, подскажите мне, может быть, я не знаю, а в каких-то городах по стране, правительство крупных городов, регионов подобные программы делает. Вот мы ездили, например, в Гусь-Хрустальный. Там людям строят дома четырехэтажные, на которые можно так вот дунуть, и они развалятся. Кто не смотрел, зайдите, посмотрите. Нас пускали в гости, показывали, что людям строят. Прям в говно, прям в болоте начинают строить, в прямом смысле слова. Нормально, живите. Не все довольны. Говорят, современное качество домов не то. Но здесь канализационные трубы так себе. Нет то, что в той пятиэтажке, которая была рассчитана изначально на 25 лет. Но давайте дальше продолжать. Давай так длинную историю мы сделаем короткой. И сестра твоя сейчас замужем, живет отдельно. С мужем, да. Все, претензий к этой квартире, как к брату, не имеет. Ну, как бы у нее, понятное дело, есть доля. Но у нас отношения, слава богу, супер. Руглюбим и уважаем. Поэтому в этом проблем ноль. Есть. Папа, мама где сейчас? Они за городом живут. Вот, у них там участочек, небольшой домик. И они прям кайфуют после, как раз, когда пандемия началась. Все, в квартире сидеть они уже не смогли. Пошли там, уже все там облагородили. Ну, как бы вечная стройка, конечно, там у них тоже. Ну, приезжаем, смотрим, помогаем. Вот, живут там, кайфуют. В Москву тогда вот приехали, когда вчера посидели. Тут два часа, таки все душит. Все домой. Домой. Ну, вот, что называется. Чувствуйте разницу. Я вам прям перебивками показываю пятиэтажку, где ты практически раньше жил. И вот новый дом. Пятиэтажка, новый дом. Вот, твое мнение. Как тебе такие дворики? Вот спустя сколько-то уже, получается, практически 8 лет ты живешь в новом доме. Вот, когда ты мимо таких дворов проходишь, не кажется ли тебе, что это уже все хрень полная? Ну, с одной стороны, да. Но с другой, какие-то моменты меня это переносит в детство, где мои похожие дворики носились. Я как-то иду, как бы, знаешь, представляю себе это. Но понимаю, что это уже, конечно, неудобно. Дом утопает в зелени. С одной стороны, это действительно классно, вот в такой знойный день. Но с другой стороны, вот сейчас дождь пойдет, осень наступит. Все вот эти дома, все квартиры на первом, втором, третьем этаже, они постоянно находятся в тени. Мы про это уже неоднократно говорили. И когда ты просыпаешься, у тебя в квартире темно, засыпаешь в квартире темно из-за того, что вот, деревья тебе весь цвет перекрывают. Ну, уже не так классно становится. Ну, что, на сегодняшний день нет желания, знаешь, какого? Трешку текущую продаешь. Так. Допустим, давай так предположим, что ты ее продашь там, ну, за 22 миллиона продал. И вот в пятиэтажке, в подобной, за 14 трешечку берешь. В такой пятиэтажке? Да. Ну, за 12, ладно, бог. Нет? Нет? Не боишься? Нет, ну, конечно, в пятиэтажке, да нет, а смысл? Повторюсь, что подобные пятиэтажки можно встретить по всей нашей стране. Но они были разного вида. Какие-то более улучшенные планировки с балконами. Но смысл в другом. Я Армену говорю, вот купишь себе в пятиэтажке сегодня, в 2024 году, в июле месяца, трешечку за 15 миллионов. И это я еще занизил, ребят. Потому что за 15 миллионов рублей сейчас в этих домах, которые под снос, люди торгуют двухкомнатные квартиры, 44 квадрата на первом этаже. Как это происходит? Пятиэтажка, одна цена у нее изначально. То есть двушка в ней, ну, по-хорошему, ну, с учетом нынешних реальных, ну, 10, ну, ладно, там, 11 миллионов рублей на первом этаже, 44 квадрата. А здесь, а, нас сносить будут, и люди продают квартиру уже с таким небольшим дисконтом от цены новой квартиры. Потому что в новом доме двушка будет стоить примерно 16,5 миллионов рублей. А тут на, вот, сегодня ты можешь купить выгодно у меня за 15 миллионов рублей. Некоторые более гуманны, 13,700. Но сам смысл в том, что этот район, вот эту землю, выкупил крупный застройщик Крост. Хотя даже давайте по-другому, пусть местная жительница нам расскажет детали. Здрасте, я дико извиняюсь, можно у вас спросить? Дико, прям, ну, вообще, несочетаемо совершенно. А как правильно сказать? Ну, не просто извиняюсь, ну, дико извиняюсь, ну, что ты... Вот я согласен, а как правильно говорить? Здравствуйте, я извиняюсь. Да, я извиняюсь, я извиняюсь сам себя называется. Я извиняюсь сам себя, ну, извини. А мне почему-то казалось, что, если говоришь, дико извиняюсь, типа, это как бы... А тебе казалось, что это неправильно, ну, как что-то дикаршево, чтобы ты дико извинялся. Ну, ладно, русские заказчики походят. Вам не часто говорят, как вас зовут? А почему я должна вам отвечать? Я хотел вас просто спросить, это микрофон. Я хотел вас спросить, смотрите, вопрос крайне простой. Про пятиэтажки и про новостройки. Вот ваше мнение, что вы скажете по этому поводу? Вот сейчас дома, реновация происходит, ломают пятиэтажки, строят. Это не реновация. Какие? Этот квартал не реновация. Вот 82-й квартал выкупила компания Кросс. Да. И она, так как это земля уже собственность Кросс, она реновацию не допустила. И город не имеет права. Мы бы хотели, но нет. И вот Кросс постепенно сносит эти дома и расселяет уже, где там ему вздумается. Вот вам не говорят, куда вас будут переселять? Нам не говорят, когда и куда нас будут переселять. Вообще ждете вот эту программу, чтобы вас переселили из старого дома в новый? Или вы хотели бы, чтобы вы остались в этой пятиэтажке? Послушай, дружок, ну у меня индивидуальный случай. Я уже 25 лет стою на очереди, как нуждающийся в улучшении жилья. На каждого человека положено по 18 квадратных метров по теперешней норме. И вот я стою 25 лет, и мне грозятся, все грозятся. Вот говорят, что может в 25 или каком-то году наконец моя очередь подойдет. Ну где-то к 25 году, вот если дом 10 уже снесли, снесносят, что следующий дом 8 будет. Возможно, что Кросс снесет раньше этот дом, чем мне дадут квартиру по очереди. То есть и у меня там, наверное, уже будут они площадь давать, как бы они не по нормам сейчас, а просто вот у вас однокомнатная квартира, независимо сколько человек там прописано, у меня там прописано 4 человека, мне так и дадут однокомнатную квартиру. То есть если раньше улучшали жилье сразу, и мне вот по очереди бы я получила по 18 метров на каждого человека, то теперь они мне дадут однокомнатную квартиру. Ну, вероятно, площадь там будет больше, и может быть они мне даже навредят, потому что на очереди сохраняют людей, у кого на человека 10 метров. Значит, если они, у меня сейчас вот позволяет это, если они мне дадут чуть-чуть больше, допустим, у меня 31 квадратный метр, ну там, а они мне дадут больше, там 42, то я и с очереди слечу, потому что у меня уже не будет остро нуждающий я. И квартира эта однокомнатная такая останется на 4 человек. А вот тут пикантный момент. Вы чувствуете, что хочется? Хочется, чтобы переселили по реновации в 72 метра, а точнее даже в 75 получается, потому что трешка вот такая, она 75 метров. Дали однушку, и хочется, чтобы дали на основании 4 прописанных человек в квартире. Я не знаю, вот скажите мне, было бы грубо, если бы я спросил так, а не хочется продать однушку еще 25 лет назад, взять ипотеку, как все берут ипотеку на те же самые 25 лет, и купить самостоятельно трехкомнатную квартиру? Сегодня муж, бывший вчера, он нынешний, вместе сообща заработать. Посидим, подождем, чтоб нам дали. Дают 42 метра, это мне даже плохо. Вот, блин, я немного не понимаю, помогите разобраться. Тем более, что у меня прописан бывший муж, и он вообще не являет. Вот понимаешь, очень сложная ситуация. Ну, для вас идеальное развитие, это чтобы вам дали по 18 метров на человека, и того 72 квадрата примерно бы. Ну, как они, да, если бы они дали, да, но они, знаешь, это Новая Москва. Вот сейчас они раньше переселяли, обязались, что если они сносят, то вот напротив переселяли. А теперь нет, теперь у них какие-то другие правила. Ну, в 72 квадрата за МКАД поехали бы в Новую Москва? Нет, я не поехала, так не поехала бы никуда. Я, коренной житель, я хочу помереть в своей квартире. Ну, я так как надеюсь, что власть тут меняется. Знаете, нам уже давали квартиры, это когда Лужков был, все прям, мы смотрели, дома построили. А потом власть поменялась, и Кросс сразу разорился. Кросс, кстати, тоже опять разоряется. Поэтому вполне возможно, что на будущий год или сколько-то они и не снесут эти дома. Потому что опять все будет, эта политическая ситуация, все поменяется. И будет опять эта бесконечная песня. И я, слава богу, умру в своей квартире, как я и хотела. Последний вопрос, вот прямой. Ну, что еще? Ну, просто скажите, хотелось бы переехать в новый дом, который строят, или нет? Или лучше бы, чтобы пятиэтажка осталась? Мне лично, как пожилому человеку, не хотелось бы. Слесаря, говорят, которые приходят, вот наши дома, говорят, это ужасно, что там происходит. Вы жалуетесь на свои трубы, на свое электричество, а в новых домах это вообще бред сумасшедший. У нас теплый дом, смотрите, какой прекрасный район, вообще все. Ну, что это? И заселят куда-то вот в эту коробку. Я лично, нет, молодежи, может быть. В другой район тоже не хочу. Новая Москва всю жизнь, если родилась, прожила. Все. Спасибо вам большое, вы дали прям максимально развернутый ответ. Вам хорошего дня, мы вас больше не отвлекаем. Ну, а и вам хорошего интервью. Спасибо, до свидания. А еще, в силу того, что начинается застройка, была пятиэтажка, вырастает 22-этажка, и выше-выше появляется проблема с парковкой. Вот в доме у ребят нету подземного паркинга, хотя обычным при новации его действительно строят. Соответственно, куда ставить автомобиль? И вот здесь начинается интересная зарисовка. Первый вопрос, который у меня возникает. Вот пятиэтажка, это ясно. Тут в один дом загоняют, можно сказать, пять домов. Я даже не знаю, сколько. Примерно там, ну, 4-5 домов точно пятиэтажных. Вот территория у вас, соответственно, небольшая, прилегающая. Да. Подземный паркинг есть в доме? Нет, вот это, к сожалению, не учли, скажем так. Причем новые, которые строят, да, вот эти дома, там есть паркинг. Я к тому, что вот вокруг дома вообще мест хватает, когда вы возвращаетесь вечером. Давай так, вот там, в понедельник вечером мы вернемся домой. Здесь вообще есть где встать? А я там еще, да. Когда вот пускают эти все, да, но зимой это все получается со всех домов, с пятиэтажек оттуда. Но наш старший по дому договорилась, мы скинулись, скажем так, вот с этим домом, и вот с этим, и поставили шлагбаумы. И стало полегче, потому что вечером, да, приезжаешь, ну, 90% что будет место. Раньше было 50 на 50, приходилось вставать, перекрывать там и так, так, но сейчас получше. Но я все равно снял вот в том доме подземный паркинг. А, то есть, короче, поблизости есть места, где можно что-то взять в аренду. Вот ты, например, снимаешь в соседнем доме подземный паркинг. Какая цена у тебя за месяц? 12. 12 тысяч, ребята. Вот, пожалуйста, понимаете, Москва, это сразу контрасты. Ребята, смотрите, буквально 5 минут мы проходим от нашего дома, и у нас есть возможность спуститься на подземный паркинг соседнего дома. Это такое счастье вообще реально иметь подземный паркинг. Дом, в принципе, тоже не прямо свеженький, но и не совсем старый. Тем не менее, вот, количество парковочных мест, и в силу того, что их ограниченное количество, вот одно такое место стоит 12 тысяч рублей, правильно? Ну, это у меня так. Да, но при этом можно поставить два автомобиля, так я понимаю? Да. Или вторая часть, а, вон, сейчас прям покажем. Кто-то ставит вещи, кто-то машину, вот там лодка стоит. Вот вам и райончики, друзья, одни Лексусы, Бэхи, Тойоты, Мерседесы, Ягуары. Короче, китайских машин мало, но ты разбавил. Ну, тут еще есть парочку. Чанань Юникей, 3,950. Да, ну, это со всеми этими скидками и так далее. Ну, жанал, жанал. Почему, китаец, почему, Армен, объясни нам, почему здесь не стоит какая-нибудь бушная Тойота, Мазда, там, я не знаю, может быть, BMW, Мерседес? Ну, это в мечтах, скажем так, да. Ну, у меня была Мазда, вообще первая машина, трешка. Потом, когда пандемия началась, я ее поменял. Думал, ладно, сейчас уже вроде получше стало, поменял на Туарек. Просто уже время подошло, он 12-го года, там пробег уже 150, хотя говорят, что для них это не пробег, ну, как бы с одной стороны, да. Но опять же, там, смотри, что-то подтекать начало. Сервис пошел, 70 тысяч, там какой-то насос, радиатор, я, честно говоря, в этом. Плюс там, там что-то, сизета, тут, тут, тут. То есть там ценники оставить, не пойми, что. Ну, и начал смотреть, да. Много вариантов было, да. И китайцы, и японцы, и немцы. Ну, такая, наверное, глупая наша мечта. Хотелось именно новую. А новая, это что у нас сейчас? Китай. Китай. В силу увеличения плотности населения, народ начинает испытывать проблемы с парковочными местами. И вот сейчас, на живом примере, народ начинает загонять свои автомобили в соседние жилые комплексы. Вот смотрите вам, картина какая интересная. На ваших экранах сейчас жилой комплекс «Кристалл». Это, безусловно, бизнес-класс. 47 этажей. Однокомнатная квартира здесь стоит 37 квадратов 18 миллионов рублей. А четырехкомнатная квартира 133 квадрата стоит 56 миллионов рублей. Вот у них есть свой подземный паркинг. Давайте послушаем цены. Мы сейчас находимся возле этого дома. Вот Марина открывает телефон. Заходим на доски объявлений и видим, что, внимание, здесь можно купить парковочное место. Две штуки. Площадь общая написана 27,6 квадратов. 27,6 квадратов. Минус второй этаж. Парковочное место. Знаете, какая цена? Вот, покажи. 8 миллионов 274 тысячи рублей. 4 миллиона 100 тысяч за парковочное место. Как вам? Вот, смотрите, прикольная тема. Вы говорите, там, знаешь, бывает в провинциях, в каких-то небольших городах люди ставят напротив своих парковочных мест, которые являются общественными. Ну, с вами, например, там камушков насыпал, палку воткнул, все. На нее ставить машину нельзя. Если поставишь, по шее получишь. Здесь раньше в Москве делали как? Тоже самовольно устанавливали такие вот эти вот замки. То, что ты уезжаешь, поднимаешь его, а он стоит, ты заехать сюда не можешь. Теперь видишь, в некоторых дворах люди идут хитрее. Вот такой прицеп, ну, сколько он будет стоить? Ну, копейки он будет стоить. Он весь ржавый, там, не знаю, может, там, тысяч 10 он стоит. При этом ты приезжаешь домой, поднимаешь его, он вот, ходит легко. И вот этот прицеп откладываешь на соседнее место. Вот сюда ты его ставишь, пожалуйста, все, у тебя есть парковочное место. Весь дом знает, что это твое место, соответственно, соседи на твое место не ставят. Чужак, который приедет, он подумает, что за хрень, заниматься этим явно не будет и уезжает. Ну, и таким образом люди, вот, так сказать, занимают свои места. С одной стороны, можно наехать. Сказать, типа, офигели что ли, какого фига это общественное пространство. С другой стороны, есть пятиэтажный дом, места предусмотрены, да, эти парковочные места для этого дома. А сюда, в силу того, что там парковочка-то стоит 4 миллиона 100 тысяч рублей, люди приезжают, ставят автомобили, и вот, там, 5-7 минут пошел. Поэтому, вот, происходит такого рода борьба за парковочное пространство. Поэтому, имейте в виду, те, кто живут возле МКАДа, вот, вам на вооружении два прицепа, там, на полтинничек берешь, и у тебя возле дома свое место. Но соседи тебе дадут под жопу. И все это происходит на одном пятачке. Успел ты приехать, что во дворе есть свободное место, повезло. Либо кто-то ставит на тротуар, у кого-то прицеп, у кого-то аренда 12 тысяч рублей в месяц, у кого-то свое парковочное место за 4 миллиона 100 тысяч рублей. И тут опять вот эта вот реновация. Я напомню, что в домах по реновации, где есть подземный паркинг, действует льгота для жителей. Им продают парковочные места, если мне не изменяет память, со скидкой что-то типа 40%. Итого, парковочное место в подземном крытом паркинге, им обходится примерно что-то 650 тысяч рублей. Вот, плюс-минус так. Мне почему-то кажется, что это какая-то халява. Давайте спросим об этом Армена. По-домашнему сели чайку, надели кофейку от меня, кофе черный. Слушай, Армен, я тебе могу так сказать, что вот планировка квартиры, в силу того, что такая большая гостиная получилась, кухня, можно сказать, практически объединена. Но когда заходишь, она прям вау. Ну, действительно, прям места много, кислорода много. Но нам интересно другое. Другое. Первое. Минусы. Вот плохой дом. Все плохо, вы всем недовольны, все течет, плесень и прочее, прочее, прочее. Это так? Самое, наверное, часто это с водой. Скидывают в чат, что открывают, а там фанта из крана льется. У нас бывает, но как-то у нас просто тут, видимо, разные стыки идут. Ну, они скидывают. У меня там идет, я иду, поднимаюсь, в смысле смотрю, а нормальная вода. Раз. По утеплению, это, не знаю, говорил, не говорил, то, что наша часть, она более-менее как-то так, видимо, получилось, что хорошо утеплена. Хотя, не знаю, мне кажется, одинаково. А вот та часть, которая такая вот, была круглая, да, там люди зимой мерзнут. Прям очень сильно. Вот здесь интересный момент, вы вдумайтесь, одна часть дома зимой мерзнет, у людей там дома минус, хотел сказать, в туалете, например, плюс 16 зимой, ну, прохладненько будет. А сейчас я вас шокирую, у Армена в квартире, так уж получилось, одна батарея, ребята, одна батарея, вон, радиатор висит на кухне. Во всех остальных комнатах радиатора нет, не потому, что застройщик не сделал, а потому, что Арменчик не повесил. Ну, а есть вот трубы, да, которые подходят, то есть они какое-то тепло дают, и сам по себе дом, вот эта часть получается теплая. Вот зимой, когда минус 30, как ты ходишь в квартире, внимание, без полноценных радиаторов? Ну, как, майка, может быть, если совсем, да, минус жесткий, но кофточку одеваю. То есть, ну, так, чтобы я хожу, мерзну, спать не могу, укутываюсь пятью одеялами, нет. Что еще? Ну, с лифтами, конечно, это беда. Вот мы ждем лифт уже живых 4 минуты. Когда стоишь в этом пространстве 4 минуты, вот так, оно ощущается, как минут 40. И это при условии того, что раз, два, три лифта, три лифта. Но при этом Армен отмечает, что бывает так, что работает один лифт, и, соответственно, утром это, ну, это просто жесть. Ребята, и это дом в 22 этажа, рядышком 50. Страшно представить, что там будет происходить, если вдруг так сложилось, что будет работать только один лифт. Что-то жесткое из серии, вы заезжаете в квартиру, вот вам вручили ключи, вы начинаете здесь жить. Подчеркиваю, изначально ремонт идет от застройщика. Он, прямо говоря, так себе, это еще с натяжкой. То есть, ремонт сам по себе хрень. Абсолютно прозрачная и ясная история. Делаю так, чтобы можно было создать условия для жизни, но если тебе не нравится, переделывай. Было ли такое, что, например, люди начинают делать ремонты, лопаются трубы, потекла вода, затопило там этажи. Что, знаешь, то, что мы показываем, бывает там новостройка. Ну, было, знаешь, что с трубами, да, кого-то здесь, по-моему, по высшей этажами прорывало трубы, вот эти в стыках, и кого-то топило, да. Но нас пока тут еще не топили. Но это бывает, трубы, да, потому что здесь трубы не очень стоят. Ремонт ничего не делал, все это от застройщика лопается, срывается, перегревается и так далее. Что можно рассказать из веселого? Вот, например, даже ребята отмечают, вот у них родственники, вот сестра Армена, они, переезжая в другую квартиру, в другом доме, в жилом комплексе, получают квартиру в бетоне. Ходят, простукивают и находят какую-то нишу одну, что она какая-то пустая, там полость, хотя вроде как не должно этой вообще полости быть. Начинают ее разбирать, строители оставляют, вам привет. Видим, бутылка стеклянная, полная. Как вы думаете, чего? Мочи. Полная мочи. Они ее закладывают, вместо нее могут быть яйца и что-то еще, что на перспективу начнет выдавать вам вонь. Для чего это делают? Я не знаю, почему строители так поступают по отношению к потенциальным жильцам, ведь они им плохого ничего не делали. По сути, такие приветы нужно оставлять, так сказать, генеральному директору строительной компании. Но до него добраться возможности нет, а до жильцов можно. Вы сделали ремонт, начинаете жить, а вас, грубо говоря, откуда-то постоянно тянет вонью. Мышь можно положить, мышь начнет разлагаться. Я без шуток это говорю, будет вонить, вот такие приветы тоже бывают. Вот еще интересный момент. Вот здесь балконы, видите, открытые. В силу того, что люди у нас, как обычно, покурил, и окурок он где должен храниться? На улице, швыряют, это сплошь и рядом происходит. Вот в этом доме непосредственно окурок прилетел к людям на балкон, не было москитной сетки. Он залетел, упал, на балконе лежит ковер. Что происходит? Возгорание. Ну хорошо, люди были дома, и, соответственно, они это заметили, сразу его потушили. Более того, некоторые начинают на балконах хранить, например, шины. Мы по жилым комплексам ездим, даже балконы, которые открытые, то есть не застекленные, казалось бы, но он где-то там, на улице. Окурок прилетает, падает на эту шину, вот он может полежать. Если вдруг шина начинает возгораться, то что происходит дальше? Шина горит долго. Рядом стекло, стекло накаляется, оно лопается. Вот эти языки пламени, они засасываются в квартиру. У многих возле окошка висят шторы. Это, так сказать, вот так, сейчас покажу прям. Язык пламени и шторы. Это приветствую тебя, поехали. И вся квартира нахрен сгорает. Именно поэтому многие новостройки точно так же горят. Не нужно думать, что горит только вторичка. Новостройки это частый гость в 112 МЧС. Поэтому следите за этой безопасностью. Не стесняйтесь делать замечания вашим соседям. Сегодня хихи-ха-ха, типа Машков, ты что там душнишь? А когда, не дай бог, сгорает квартира, а уж тем более, если в ней были люди, дети, это фильм ужасов страшный. Знакомьтесь, милая и скромная девушка Марина. Марина, ты супруга Армена и точно так же проживаешь здесь с рождения, получается? В этом районе, да. А расскажи, где ты жила, что это за дом? Народного ополчения улица. Это панельный 12-этажный дом, такие беленькие по Москве. Их много. А квартиры в этом доме тоже родителям дали государство? Еще бабушка с дедушкой еще получили. А то есть вот так вот переходил и походил. А сейчас в этой квартире у тебя кто живет? Родители мои проживают. У меня у папы еще точно такая же квартира на юго-западной. Тоже такой же дом. Да. А как так получилось? Смотри, одну квартиру бабушка? Первую получили бабушка с дедушкой по папиной линии, а вторую квартиру мамины родители получили. А вот то, что вот на юго-западной она уже в высотном доме? Нет, точно такой же дом. Вот так совпало. И тоже трехкомнатная, они одинаково идентичные. И то есть теоретически это на будущее точно так же? Да. Сестер у меня нет. Итого получается 9 комнат у вас уже считалось. Давай так, от тебя можешь сразу дать какой-то ответ? Потому что я уверен, что ну будешь, знаешь, злые комментарии скажешь, типа вот козлы, гады, еще что-то. Как бы ты вообще прокомментировала сразу ответ этим людям? Не знаю. Сказать нечего? Да, сказать нечего. Ну в то время так давали, да, всем. То сейчас, к сожалению, нет возможности люди ни в очередь, никуда встать. Я так понимаю, сейчас же жилье не выдают вообще. Все, нет, все, финиш. Сейчас столько можно купить. Спешите купить 26% встата. Получали и получали на работе. Ну нет, у папы родители, они кооператив или как-то, я знаю, они там платили что-то, чтобы получить эту квартиру, а у мамы нет. Дедушка был архитектор, и поэтому да, он получил. Не кажется ли тебе, что для вас, для москвичей, это какая-то прям такая халява полноценная? Как бы ты вообще это прокомментировал? Почему вам не заставляют вас доплачивать за эти метры? Ну если честно, я сам удивляюсь. Ну как бы, ну я согласен, ну как бы халява, да. Офигенно, блин. Как бы, ну, почему и, извините, с какого, да? Да. Ну вот, это, по-моему, при Лужкове началось, я не помню. Нет, это при Собянине началось. Это при том самом Собянине, к которому некоторые... Я, знаешь, да, при Лужкове было другое, хотели это, чем больше прописано, сколько, получить этот метраж. Метраж, да. Дамы, здрасте. Можно вас спросить, я обратил внимание, как вы офигели вот с этого домика в 50 этажей. Мы просто охреневаем. Можно вопрос задать? Смотрите, мы ролик снимаем, мы снимаем про недвижимость. Вот были пятиэтажные дома, вот их все, ломают, ломают, ломают. Кого-то из них переселяют по реновации. Вот за вашей спиной, да, был домик? Не обязательно, да. Ну, относительно невысокий, 22 этажа. Вот просто ваше мнение. Отвратительно. Зубья дракона мы их называем. Вот вы с этого района, да, здесь живете? Да, да, на Карбышевом живем. В пятиэтажках? Да. Вот смотрите, давайте так, вот дайте нам, пожалуйста, развернутую связь. Одни счастливы. Почему? Объясню. Переселяют из двушки, из трехкомнатной квартиры 50 квадратов. Переехали вот в этом доме на Глаголево 15-1. 75 квадратов. Женщину встретили. Недовольна, потому что под норму не попадает. Вот бы мне квартиру больше, больше мне не дадут, поэтому мне не надо. Вот вообще ваше мнение. Во-первых, новые дома совершенно... Вот с пятиэтажками нашими не сравнить. У нас это бомбоубежище. Вот честно, у нас стены полметра, да, толщиной. Ну, хорошо, площадь маленькая, да, но сейчас в новых домах тоже живопырки такие строят, что и радости нет никакой от того, что ты переехал там со своего насиженного места в другое. А толку что? Ну, посмотрите толку, давайте я попробую, так сказать, защитить. Плюс 10 квадратов, там, тире 12, это 2,5 миллиона вам дарят, нет? Вы знаете, проще остаться в пятиэтажке, чем переселяться вот в такой дом. Гвоздя не забить, шкаф не повесить, все разваливается. Потом это вентилированные вот эти фасады, да, у меня просто приятель, он главным инженером ДСК-1 работал в свое время, да, и он говорит, через 10 лет их придется ремонтировать. ДСК-1 сейчас в Москве вообще ничего не строит, потому что у них капитальные дома были. И какой смысл? Ну, а ваш дом, где вы живете, он попадает у вас под реновацию вообще? Под реновацию мы не попали, потому что наша серия домов вообще не предполагалась под реновацию. А мы живем в Карбышево, дом 7, корпус 3, вы как раз на нашей площадке были, где корабль стоит. Ребят, посмотрите просто по сторонам. Такое ощущение, как будто бы мы сейчас приехали не в Москву, в один из хороших районов, а как будто бы мы приехали куда-то в провинцию. Ну, ты глянь просто, вот, например, да, как легко найти контраст. Там совсем другая атмосферка, вот эти еще дома. Я подчеркиваю, нам еще дико везет в силу того, что сейчас на дворе лето. А вот сейчас вот осень такая хмурая, как дожди будут идти, вот эта сырость будет стоять. И это все будет выглядеть, как фильм ужасов, зарисовка такая, типа, кто-то погиб, никого нету. И ты бегаешь, ищешь. Ну, видно, да? Когда-то в советские годы явно здесь были, наверное, лавочки расставлены для того, чтобы люди могли прийти посидеть. Наверняка все это убрали по инициативе жителей в силу того, что алкаши собирались, орали, кричали. А здесь дома невысотные, собирается это эхо. И поэтому нам это не надо, забирайте ваши лавочки, до свидания. В аллее, видишь, никто не ухаживает, ничего нет. Это еще повезло, что здесь, в принципе, видно, все равно уборщика отправляют какого-то, кто собирает там основную массу бутылок. А с другой стороны, вот, да? Вот. Мне часто вы говорите, покажи, как живут простые люди, работяги. Ну, вот глядя на эти дома, не скажешь, да, что здесь живет там средний класс, там люди с большим достатком. И таких домов полным-полно. А среди них, вот этих кустов, проглядывается вот такая история. Просто опачки, здравствуйте, вот он я, красавчик новострой. Вот здесь ощущается вся та самая атмосфера вот этих пятиэтажек, про которые люди говорят. Когда идешь, этот запах старины, запах бабушкиной квартиры. Где-то доносится аромат супа, кто-то варит, жарит картошку. Видно, что кошечки есть, прямо-то эти тарелочки стоят. Прикормка, чтобы, как же, кошечка может погибнуть. А вот, чтобы не погибла, надо ее кормить. Но, не в этом суть, друзья. Смертельный эксперимент. Так. Ты снимаешь? Снимай! Вот, если вы лайки не будете мне ставить, то я с этого дерева спрыгну, блин. И вы потом пожалеете об этом, что я не смогу вам снимать новые выпуски. Так, что мы здесь имеем? Мы здесь имеем что-то заколоченное. Вот, это, наверное, что-то типа вот такой истории. Ты заходишь сюда, с корешами со своими садишься и балдеешь. Явно видно, что дети проходят по вот этим деревьям дальше и уже по турникам спускаются вниз. Я в силу своего, ну, как вам сказать, что бы придумать, так, придумал. В джинсах я сегодня просто, поэтому дальше не пойду, потому что неудобно. Но смысл в том, что вот здесь вот у людей проходит детство, у ребятишек. Но я вам сейчас точно так же на контрасте покажу, что рядом строится. Мама моя по-любому смотрит выпуск, думает, вот полез куда. Сейчас как упаду, потом не буду работать, буду дома сидеть. Жена мне будет суп варить с петуха, а я буду притворяться больным. Типа, знаешь, какая температура? 36,8. Переверни меня, а то у меня пролеж не будут, не могу встать. Так, ну ладно, все. Мы с вами перевернулись, поменялись с вами местами. Вот, проходим дальше. Друзья, вот это вот как раз застройщик, который сейчас эти земли, скажем так, обрабатывает, если хотите. Крост. Вот строят дома. Это не реновация. И, соответственно, купить квартиру вот в этом человейнике вот таких денег стоит. Ты приходишь домой, у кого-то вот такие дворы, как мы только что показали. А у кого-то вот дворик-то, а? Посмотри, дымофончик. Можно нажать на кнопку, тебя еще и охрана там встретит. И вот ты заходишь в свой двор. Ну, тут вот ничего не скажешь, это просто земля и небо. Ну, классный, офигенный двор. Вот высотность бы этих домов подубавить бы, не такую сделать, а там что-нибудь 20 этажей, и было бы прям вау. Вот так вот подходишь, ближе тебя уже все не пускают. Я здесь чужой, я не с этого района, я не с этого двора. Поэтому мы можем все, что себе позволит, постоять, посмотреть во дворик. И вот только что вы видели. Пятиэтажечки. Этот выпуск снят на одном пятачке. От дома Армена до точки, где мы сейчас стоим, ну, буквально там 500-700 метров. Пятиэтажки вот рядом. А тут кто-то выходит из пятиэтажки, и вот такая история. Закрытые дворы, красотища. Сколько стоят квартиры вот в этом человейнике? Мы с вами часто спорим, да кому они нахрен нужны? Да я бы даром бы не стал там жить. Даром там никому и не дают. Там только за деньги. Однокомнатная квартира, это примерно 18-20 миллионов рублей. Трехкомнатная квартира, вот, прям для сравнения. 77,5 в бетоне. Пытаются продать ее за 39 миллионов рублей. Это еще, не забывайте, вложить надо десяточку в ремонт. Итого 50 миллионов. Будешь жить в человейнике. На одном пятачке отчетливо проявляется классовое неравенство. Одним пятиэтажка дает возможность переехать по реновации в новый дом. У других пятиэтажка другой серии, и под реновацию она не попала. Теперь они попадают под переселение. А под переселение там уже чуть другие условия. В общем, ребята, продолжаем. Интересно же. Вот это коммерция. С точки зрения того, что здесь можно только купить. Никто тебе не даст. Хотя, когда людей бывает переселяют с пятиэтажек, я уже сталкивался с такой ситуацией. Когда люди говорят, мы, например, не хотим переезжать в тот дом. В тот дом, где проживает Армен с супругой. Мы хотим вот в этот дом. И когда начинаешь разбираться, выясняется, что этот дом только под продажу. Здесь можно квартиры только купить. Люди говорят, ну вот инициативная группа, у нас, допустим, три семьи. Мы переезжать не будем. Мы будем здесь ехать до последнего. Давайте там квартиры здесь. То есть наглость доходит до такого предела. Что люди хотят сюда. Здесь, например, вот трешка будет стоить, допустим, там, ну пусть там 35-40 миллионов рублей. Там 20 миллионов рублей. То есть в два раза дороже. И вот люди пытаются, так сказать, выторговать себе квартиры у города. Поэтому не забывайте о том, что народ у нас тоже бывает с наглецой. Слушай, а вот так вот, да, посмотри, вот, серенькую. Я сейчас прям вам кропну ее на экранчик. Вот такую квартирку выкупить. У тебя, получается, балкончик есть полноценный, ты можешь выйти. Окна панорамные, ты можешь сходить там, у тебя света много попадает. Ну, так-то уже и неплохо выглядит. С видом на весь город. Вот я не знаю, как вам передать словами, но брать комментарии у людей на улице всегда очень сложно. Вот сейчас из этого жилого комплекса выходит, ну, семейная пара. Я хотел спросить, я говорю, ребят, ну, можешь задать комментарий? Вот за кадром всегда все на все готовы ответить. Но тоже люди бывают, знаешь, вот такие немножко сразу в штыки воспринимают что-то. Я спрашиваю, а сколько у вас вот этот дом этажей? А что ты, посчитать, что ли, не можешь? Ты же считать умеешь, вот ты посчитай. Ну, понимаешь, уже сразу с первых фраз начинается общение из серии. Я все понял, спокойно, спокойно, до свидания. Я спрашиваю, ну, а вообще как здесь живется? Ну, что, вот это вот, в этом говне лучше жить или вот здесь? Вот смотри как, а? Чувствуешь разницу? Я говорю, ну, конечно, чувствую. Но опять же, какой бы ответ ни был, по факту он по существу, по-другому не скажешь. Ну, вот стоишь, смотришь, ну, ты глянь, заезжаешь, паркуешься, у тебя въезд в подземный паркинг, закрытый внутренний двор. Вот эта территория прилегающая, она общая. Плюс здесь есть вон пекарни, кофейни, ну, кафешки. Круто. По-другому я не могу сказать, друзья. Но вот единственное, что меня прям сильно смущает, что все-таки очень высотная застройка. Но опять же, меня смущает, а другие люди с удовольствием покупают себе квартиру. И не забывайте, что в таких домах, чем выше этаж, тем цена за квартиру будет дороже. Часто люди спрашивают, Дима, ты когда снимаешь про районы, ну, ты хотя бы нам рассказывай, чтобы мы, те, кто хотят переехать в Москву, либо там детей отправить на учебу, в общем, по любым нужным, понимали плюсы-минусы различных районов. Вот ты можешь вот сейчас ваш район, хорошо, мне похвалить и прямо пальцами перечисляй, вот какие жирные плюсы ты можешь отметить. Для семей с детьми идеально. У нас большое количество детских садов, школ сейчас новые строятся. Ну, вот то, что, да, Серебряный Бор, рядом есть где погулять с детьми. Серебряный Бор, это такое мощное, легкое Москвы. Вот, ребята, контрасты здесь на каждом углу. Я не перестану повторять эту фразу. Можно жить в Москве в пятиэтажке, выйти, и вот рядом у тебя вот такие водоемы. А можно жить, пожалуйста, в Москве, но вот в таком вот частном доме. Вот мы смотрим панораму с камеры. Вот у людей частные домики своя есть, пристань, можно приобрести себе лодочку, кататься. И вот это вот, да, все, что мы сейчас с вами видим, это буквально там, ну, ладно, 15-20 минут ходьбы пешком. Ну, красотища! У нас рядом здесь есть ЖК Бериндей, там всякие курсы проходят, занятия тоже для деток. У нас есть и рестораны, и кафе, куда сходить приличные, да, до центра добраться близко, удобно. Вот если я вам сейчас выведу на экран карту, которую я вам частенько показываю, то изначально может сложиться впечатление, что вот есть так называемый центр, все то, что внутри Садового кольца. И вокруг него идут различные районы. Вот я, например, живу в Царицыно, ребята живут в Хорошевом Невниках. Казалось бы, удаленность везде одинаковая, но нет. Вот именно это направление Москвы считается одним из самых удачных. Почему? Стоя здесь, нам до центра Москвы ехать недалеко. Мы до Садового кольца по Звенигородскому шоссе можем попасть очень быстро. И в тот же самый момент мы можем очень быстро выехать из Москвы, то есть до МКАДа добраться. Соответственно, расстояние здесь от МКАДа до центра вот такое. А у меня, например, для понимания, вот такое. Вот, ребят, на пальцах объяснил. Хорошо, есть ли с точки зрения минусов? Ну, в любом случае, знаешь, в каждом районе всегда есть люди, которые говорят, вот у нас вот эта проблема. Ты можешь, как житель этого района, отметить какие-то проблемы? Огромное количество строек сейчас, потому что сносятся пятиэтажки. Плюс у нас там вот в районе Октябрьского поля там было большое просто поле, радиополе. И сейчас эту всю зелень сносят и застраивают опять же домами. Вот это вот. Тройки, да, большие. Очень много из-за этого перекрытий. Дороги сейчас сужены, не проедешь тяжело. Вот обратите внимание, Москва, Москва, а дворы абсолютно все разные. Вот, например, мы сейчас словно в твое детство, мне кажется, да, окунулись? Смотрите, да. Смотрите, какие у меня уникальные кадры есть. Это 1998 год и видеосъемку ведет Армен со своими друзьями. Мальчишками они гуляют и снимают последствия прошедшего ночью урагана. Деревья повалило так, что жигули, москвичи пострадали. А вот, ребята, вот на фоне эти пятиэтажки, в которых все они вместе жили. Примерно так выглядел бы видеоблогинг, лайв-контент, если бы YouTube появился в 1998 году. Ну, классные кадры. Почему бы не поставить лайк? Да ты же, давай, молния. Ну, просто молния. Вот именно. Ключевой момент. Вот в таких районах записаться в школу или в детский сад, когда ты здесь проживаешь, это вообще no problem. Мы у тебя в комнате. Но это даже не просто комната, а такой некий, знаешь, я бы назвал такой легкий музейчик, атмосферная комната. Тебе здесь только не хватает, как мне кажется, знаешь, какой-то подсветки такой вечерней, какой, знаешь, бывает там, диодные ленты включаешь, чтобы можно задавать настроение. Армен, расскажи, что это такое? Ну, это точно не IT. Видеомонтажом. Вот до этого я работал в магазине дизайнером. Ну, в смысле, баннеры верстал в онлайн-магазине одном. Потом мне это уже надоело. Знакомый как раз пишет, что им нужен видеомонтажер, а я монтировать-то плохо, ничего не умел. Ну, дай попробую. Что-то там, какой-то сваял, какой-то фигнет. Ну, ладно, давай. Ну, и все, и понеслось. Ну, как бы сам учился. То есть, и поэтому втянулся в это. Просто вилку людям для понимания, сколько в месяц можно делать, где вот кислый месяц, когда там мало заказов, и когда жирный месяц, когда ты условно не вылазишь из комнаты, такой, а-а-а, только поесть, попить, а все остальное время ты вот в компе. Кислый, ну, бывало, да, ну, 50, может быть, 40. Жирный, ну, ты знаешь, тут может, вот если будем сейчас с тобой сидеть, мне сейчас напишут, все, Армен, вот срочно надо там то-то, то-то сделать. Ну, 300, 400, может быть, ну, это не, ну, это редко, как бы, ну, бывает. Перемещаемся мы в спальню, которая тире рабочее место. Вот здесь прошу тебя сразу, ну, вот нет ли вот этого, знаешь, дискомфорта, когда тут проснулся, сюда сел, здесь работаешь? Ну, я целыми днями работаю на удаленке, иногда на неделе езжу в офис. По-разному, один-два раза в неделю. Работаю в бухгалтерии, в туристической компании. По образованию тоже бухгалтер, и туризм у меня еще образование. Есть ли можно просто какую-то вилку из серии, вот, людям иногда интересно, нам Армен сказал, сколько плюс-минус вот в его сфере удается работать, вот в своей сфере? Ну, не больше 100 тысяч. А не было ли никогда у тебя каких-то мыслей, знаешь, типа, вот, что можно начать делать что-то другое, и можно зарабатывать, будет больше? Ну, да, были мысли уйти бухгалтером на удаленку совсем работать, чтобы несколько отраслей, как-то там компании вести, но пока боюсь чуть-чуть, не знаю. Не уверена в себе, в своих знаниях, вот в этом. Но в тот же момент еще подкупает, наверняка, такое слово, как стабильность. Здесь ты точно знаешь, что такого-то числа авансов. Что я вот как пришла на работу после института, вот я в одном месте так и работаю. Пока не могу решиться ни на что, как бы поменять сферу или что-то там. Ну, в целом, работа нравится или уже, знаешь, типа… Нравится. Коллектив хороший, поэтому, как бы, комфортно. Знаю, что всегда, если отпуск или что-то, мне надо, всегда руководитель на встречу пойдет, всегда отпустит, поэтому… И то, что, как бы, да, подкупает, что я могу из дома работать. После карантина нас пока так и не выводили, поэтому очень удобно. Тут тоже классно. А так вообще тебе от дома до работы, вот давай поговорим. На Китае-городе недалеко. Я на автобусе 20 минут до метро и там 20 минут еду. Либо я могу дойти до Жукова прогуляться 10 минут, сесть на автобус М3 и доехать через центр на автобусе. Ну, там уже 40 минут на одном автобусе вот я еду. Короче, что так 40 минут, что плюс-минус так 40 минут. Лето мне нравится больше на автобусе, потому что красиво, через центр, кафешки, парки, все как бы проезжаешь. Еще вопрос такой. Вот сейчас проект строится, дорога, да, оттушена. Это вообще вот лысую гору снесут. Это вообще просто ужас. Сейчас намереваются, люди собираются, строгинцы, и собираются провести митинг. Это раз, потом, значит, гаражи у нас на Рогово тоже под снос идут. Вот под гаражами проходит коллектор. У него диаметр, если я не ошибаюсь, где-то около 10 метров. Там спецколлектор от Курчатовского, Бочвара и биохимики, биофизики. И все это вот... Гаражи были построены в 62-м году. Сейчас они говорят, это незаконная постройка, типа мы будем их сносить. ППТ нету, проектировочного плана. Но гаражи все равно под снос. Полторы тысячи гаражей. Это не просто так. Там раньше из Курчатника люди вот покупали гаражи. Вернее, им выделялись эти места. Баню под снос на Рогово. Ну вообще, что творится в Москве, это кошмар какой-то. О, а это снесут, а на их месте что построят? Во-первых, там радиоактивные отходы были, жидкие, да, в этих коллекторах. А честная станция через дорогу от живописной. Этого никто не учитывает. Если коллектор этот тронут, там радиация же она за 10-20-50 лет, а она срана никуда не уходит. Они говорят, детский садик построить на 50 или на 100 мест, да? Школу на 250 мест и жилой дом. Может на 2,5 тысячи, нет? Нет, 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 вот именно что вот. Маленький, конечно. Я даже могу показать, у меня с собой есть. Да нет, не надо, мы верим так, ага. Это ужас просто. А вот здесь нам нужно с вами немножко замедляться, потому что те темы, которые озвучивает женщина, они присутствуют по всей Москве. Вот, я живу в Царицыно, вот неподалеку от меня была та же самая история. Делают юго-восточную хорду. Не надо, не надо, у нас здесь радиация, не надо, не надо. На сегодняшний день, когда хорда готова, я вам отмечаю, это как факт. Добраться из точки А в точку Б раньше занимало полтора часа, а теперь 40 минут. Народ ездит, счастливый, пораньше домой возвращается. Там, где радиация, радиация, построили МЦД. Люди приезжают, уезжают, рядом строят бизнес-класс. 50-этажный дом, там микрорайон целый, и люди несут деньги туда с большим удовольствием. Рядом живут люди, мы туда ездили, снимали, все говорят, да все классно. Про те же самые гаражи дали или купили, тоже большой вопрос. Гаражи многие уже просят, снесите их нахрен, облагоустройте, школу построят и так далее. Вот здесь очень спорно, потому что люди к муниципальной, к земле собственности Москвы относятся как к своей. Говорят, не надо, без моего согласования ничего здесь строить не нужно. Вот здесь я, скажем так, как независимый журналист, оставляю возможность высказать вам ваше мнение в комментарии. Подвожу черту этого выпуска и после иду читать ваше мнение. Зубы дракона. Вот так горожане называют эти высотные дома. Друзья, я надеюсь, что мне удалось вам подсветить с разных сторон вот эту тему интересную. Поэтому всех вас приглашаю в комментарии. Пишите, что вы думаете. Были пятиэтажки. Некоторые люди переезжают из них с огромным удовольствием. Многие люди сами с желанием покупают квартиры себе в новых вот этих человейниках. Кто-то против этого и говорит, нам такого не надо. Уверен, что компромисс был бы легко найден, если бы на месте вот этих пятиэтажек строили бы 10, ну ладно, 12 этажей дома. С такими же красивыми зелеными дворами, с паркингом. Но, к сожалению, земля в Москве дорогая. Земле ограниченное количество. Народа, желающего переехать сюда, жить здесь, расшириться, становится все только больше и больше. Не добавить, не убавить. Всех вас приглашаю высказывать ваше мнение в комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте лайк. Все ссылочки, контакты со мной в описании. Все ресурсы, куда я также выкладываю выпуски, в описании. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok